Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 14 июня. В этот день во всемирной истории. В 1645 году во время Гражданской войны в Англии армия сторонников парламента одержала решающую победу над роялистами в битве при Несбе. В 1798 родился чешский историк, политик и общественный деятель Франтишек Палоцкий. В 1800-м во время войны Франции против Второй антифранцузской коалиции армия Наполеона Бонапарта разбила австрийскую армию в битве при Маренго. В 1910-м Третья Государственная Дума приняла предложенные премьер-министром Петром Столыпиным аграрные законы. В 1924-м родился русский писатель Владимир Солоухин. В 1940-м в ходе Второй мировой войны немецкие войска оккупировали Париж. 14 июня 1798 года появился на свет чешский историк, политик и общественный деятель Франтишек Палоцкий. Основоположник так называемого Чешского национального возрождения родился в Моравской деревушке Гацлавице в семье сельского протестантского священника. Первоначально Франтишек готовился пойти по стопам отца и стать пастором, но за время учебы в Пресбурге, современной Братиславе и Вене увлекся литературой, историей и философией. С юных лет Палоцкий проявлял способности к иностранным языкам. Кроме родного чешского, он владел латинским, греческим, немецким, венгерским, португальским, английским, французским, итальянским, русским и старославянским языками. В то время чешские земли входили в состав обширной империи Габсбургов, государственным языком в которой был немецкий, а язык и культура чехов и других славянских народов пребывали в упадке. Палоцкий и его единомышленники, члены так называемого движения Будителей, стремились исправить подобное положение. В 1818 году Палоцкий опубликовал в соавторстве с филологом Павелом Шафариком свое первое крупное произведение «Начало чешской поэзии». Этот труд стал своего рода программой для движения Будителей. Позже Палоцким были написаны «Обзорная история эстетики» и «Наука о прекрасном» — первые философские работы, опубликованные в XIX веке на чешском языке. Они сыграли большую роль в становлении современной чешской философской терминологии и в развитии чешского языка вообще. В 1823 году Палоцкий поселился в Праге, зарабатывал частными уроками, позднее получил место архивариуса в знатном семействе графов Штернбергов, написал историю этого рода. Одновременно Палоцкий начал увлекаться и родной историей, претендовал на место официального чешского историографа. Однако вокруг его кандидатуры развернулись споры, и эту должность Палоцкий занял лишь в 1838 году. Он много занимался собиранием и публикацией источников по чешской истории, стал инициатором реорганизации Чешского национального музея в Праге, редактором научного журнала, издававшегося при музее. Палоцкий стал одним из основателей просветительского общества «Матица Чешска», которое занималось распространением знаний о языке, литературе и истории Чехии. Его главный исторический труд «История чешского народа в Чехии и Моравии» был первоначально написан по-немецки, затем сам же Палоцкий перевел его на чешский. Эта многотомная работа стала первой попыткой научной истории Чехии. Палоцкий принял живое участие в революционных событиях 1848-49 году, выступал за предоставление Чехии автономии в рамках Австрийской империи. Крах этих планов вынудил Палоцкого уйти из политики. Но 11 лет спустя, после принятия новой Конституции, Палоцкий вновь занялся политической деятельностью, стал депутатом Сейма и лидером умеренно-консервативной партии старочехов, продолжал добиваться автономии для чехов и других славянских народов. 14 июня 1800 года во время войны Франции против Второй антифранцузской коалиции армия Наполеона Бонапарта разбила австрийскую армию в битве при Маренго. Осенью 1799 года в результате государственного переворота была свергнута директория правительства Французской республики. Формально страну возглавил совет из трех консулов, но вся реальная власть принадлежала одному из них – генералу Наполеону Бонапарту, который пользовался большой популярностью благодаря одержанным военным победам. Политические коллизии застали Францию в тяжелом положении. Финансы были в плачевном состоянии. Сторонники восстановления королевской власти активизировались по всей стране. В Андее роялисты поднимали открытое восстание с оружием в руках. Едва вступив в должность первого консула, Бонапарт обратился к Англии и Австрии с мирными предложениями. Бонапарт осознавал, что французский народ давно жаждет мира, но в то же время он прекрасно понимал и другое – ни Англия, ни Австрия не пойдут на мирные переговоры. Бонапарт надеялся всего лишь заручиться поддержкой общественности, так как еще до мирных предложений он начал готовить планы предстоящей кампании. Преодолев в сложнейших условиях Альпы, армия Бонапарта ворвалась в Ломбардию. 24 мая авангард армии под командованием генерала Лана разбил австрийский заслон, и 2 июня французы вступили в город Милан. Австрийцы, овладев 4 июня Генуей, двинулись навстречу армии Наполеона. На рассвете 14 июня австрийская армия под командованием генерал-фельдмаршала Мелоса переправилась через реку Бармида и неожиданно атаковала находившиеся на позиции усиления Моренго французские войска. Обладая численным превосходством, австрийцы начали теснить французскую армию, и несмотря на упорное сопротивление и ввод в сражение резерва, к 3 часам по полудне французы начали отступать по всему фронту. Армия Наполеона была на грани поражения. Австрийцы перешли к преследованию, а раненый Мелос, посчитав сражение законченным, передал командование своему начальнику штаба и отправился в тыл. Но атака с ходу подошедшей дивизии под командованием генерала Дезе опрокинула австрийский авангард и позволила другим силам французской армии перегруппироваться и перейти в контрнаступление. К вечеру австрийская армия потерпела полное поражение. Австрийцы, ошеломленные столь неожиданным поворотом событий, были дезорганизованы, их воля к сопротивлению была сломлена. На следующий день после битвы Мелос послал в штаб Бонапарта парламентеров с просьбой о перемирии. Сражение при Моренго сыграло колоссальную роль в международной политике и в карьере Наполеона. В конечном итоге победа, одержанная Бонапартом, доставила ему вскоре титул императора. Всю свою жизнь Бонапарт свято хранил синий плащ, который был на нем в день битвы при Моренго. Кроме того, он назвал Моренго своего любимого серого коня. 14 июня 1910 года Третья Государственная Дума приняла предложенные премьер-министром Петром Столыпиным аграрные законы. Для аграрной России 87% населения, которые составляли в конце 19 века крестьяне, основным социальным вопросом был крестьянский. В этот период русская деревня входила в пик разорения. Тяжесть налогового бремени, громадные выкупные платежи, неадекватная ценовая политика – все это и вело к истощению средств широких крестьянских масс. Голод в аграрных регионах превратился в настоящее бедствие для страны. Итогом длительной и предварительной работы правительства по разработке вариантов аграрного развития явилось Столыпинское законодательство – реформа крестьянского надельного землевладения, названа по имени ее инициатора – председателя Совета министров Петра Столыпина. В ноябре 1906 года по решению большинства в Совете министров в качестве чрезвычайной меры был проведен указ о дополнениях некоторых положений закона, которые касаются сельского землепользования и землеустройства. Этот указ стал основой Столыпинского аграрного законодательства. На его основании 14 июня 1910 года был принят закон, утвержденный Третьей Государственной Думой и Государственным Советом. Он признал частными собственниками земли тех сельских жителей, которые входили в состав общин, где земельные переделы не проводились на протяжении последних 24 лет. Под тем общинам, где переделы имели место, укрепленцы должны были платить за излишки по средней выкупной цене на 1861 год, то есть могли приобретать землю фактически за бесценок. Излишки земли таким образом становились своеобразные премии крестьянам за выход из общины. В ходе осуществления реформы происходило разделение общины. Сельские жители, которые умели и хотели работать, получили возможность приобретать земельные наделы, увеличивать их площади и, как следствие, получать большую прибыль. Реформа преследовала несколько целей. Создать в деревне прочную опору для самодержавия из крепких собственников, отколов их от основной массы крестьянства и противопоставив их ей. Крепкие хозяйства должны были стать препятствием на пути нарастания революции в деревне. Предполагалось разрушить общину, насадить частные хозяйства в виде отрубов и хуторов, а избыток рабочей силы направить в город, где ее поглотила бы растущая промышленность. Столыпин надеялся обеспечить подъем сельского хозяйства и дальнейшую индустриализацию страны с тем, чтобы ликвидировать ее отставание от передовых держав. Основная суть Столыпинской аграрной реформы заключалась в том, чтобы, отменив оставшиеся выкупные платежи, дать возможность всем крестьянам право свободно выходить из общины и закреплять за собой надельную землю в наследуемую частную собственность. При этом имелось в виду, что только экономическими методами можно побудить помещиков продавать свою землю крестьянам, а также использовать государственные и иные земли для наделения ими крестьян. Для успеха аграрной реформы, по собственному заявлению Столыпина, ему необходимо было 20 лет без войн и революции. «Дайте 20 лет покоя, и вы не узнаете Россию», – говорил реформатор. Но его ожиданием не суждено было оправдаться. 14 июня 1940 года в ходе Второй мировой войны немецкие войска оккупировали Париж. К началу июня 1940 года основные силы французской армии были разбиты или отрезаны к северу. Дорога на Париж у прорвавшихся немецких войск была открыта. Командующий парижским гарнизоном французский генерал Анри Фернанденц объявил Париж открытым городом. Это означало фактическую капитуляцию. Выпустевшую на три четверти столицу, спустя месяц после начала Германии активных военных операций против Франции, вступали немецкие войска. 14 июня в 5 часов 30 минут через ворота Вилет в город вошли части 18-й армии фон Кюхлера. Одна группа была тут же отправлена к Эйфелевой башне, другая к триумфальным воротам, выдружать флаги со свастикой. В следующие дни поток регулярных германских частей вливался в Париж. Часть из них оставалась, часть спешила дальше на юг. Еще до полудня первый комендант Большого Парижа, генерал фон Штутниц, обосновался в отеле Крион. Париж был оккупирован. Французское правительство бежало на юг страны, в Бордо. 17 июня оно обратилось к Германии с просьбой о перемирии. Пять дней спустя Франция капитулировала перед Германией. Результатом заключенного в Кампьенском лесу перемирия стало разделение Франции на оккупационную зону немецких войск и марионеточное государство, управляемое режимом Виши. Официально военные действия закончились 25 июня. На время оккупации Париж лишился статуса столицы. Город попал в северную зону, где контроль осуществлялся непосредственно германской администрацией. А правительство маршала Петена, формально руководившее южной или свободной зоной, выбрало в качестве столицы маленький курортный городок Виши. Немецкая оккупация продолжалась больше четырех лет. В августе 1944 года, после высадки союзников в Нормандии, когда к городу подходила армия генерала Леклерка, в городе вспыхнуло восстание. Немецкий гарнизон, вопреки приказу Гитлера, не стал уничтожать город. И сдал Париж командиру войск сопротивления, полковнику Роль-Танги. Вскоре была освобождена и вся Франция. Летопись веков – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова